Жизнь нашей страны в последнее время показала, что начиная с террористического акта в Одессе 2 мая 2014 года, затем взрыв гранаты в 2015 году возле Верховной Рады, затем убийство журналистов, террористический акт против телеканала Интер, во всех этих террористических актах принимали участие представители власти, и поэтому они все не расследовали. Поэтому, кричащий случай, который видел вся страна, весь мир, когда гранату взорвали возле парламента 31 августа 2015 года, потом министр внутренних дел нам в парламенте показывал фильм, как это было, подозреваемых, до сих пор не наказаны виновные, начался суд, пришла какая-то очередная банда террористов, разгромила этот суд при полном попустительстве правоохранительных органов. То есть у нас вывод однозначен. В этом теракте принимали участие представители власти, как и в предыдущих, и именно поэтому мы считаем, что объективное расследование не будет, поэтому мы сами провели параллельное расследование, действительно назвали в эфире сегодня, предполагаю, фамилии. Мы, если увидим, что наши власти не проявляют инициативы, мы инициируем расследование на международном уровне, и мы добьемся, чтобы эти террористы были наказаны и не смогли запугать всю страну. Потому что мы же понимаем, что хотят сделать сегодняшняя политическая сила, которая руководит правоохранительным органом. Они хотят запугать страну, поставить ее на колени, поставить на колени журналистов и диктовать свои условия, которые, по их мнению, являются для них политически важными. Они сами террористы, и мы добьемся того, чтобы они были наказаны. Ну, все-таки...